МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вкладчики обанкротившегося банка Михайловский заблокировали сегодня движение транспорта в центре Киева. Чего требовали и услышали ли ответ? Подробнее далее. Сотни вкладчиков банка Михайловский со всей Украины приехали в Киев требовать вернуть свои кровные сбережения. Вот я с Харькова приезжаю. Другие люди приезжают сюда уже шестой, восьмой раз приезжают. Фонд гарантирования вкладов людям в выплатах отказал. Вкладчики убеждены, они стали жертвами аферы. Поэтому единственная надежда вернуть деньги, отстаивать свои права. Пенсия от у меня 949 рублей. Нам просто нечего есть дома. У нас были проценты, которыми деньги собирали всю жизнь, для того, чтобы на проценты отдать банк и как-то кормиться. Искать правды вкладчики сначала пришли к стенам Нацбанка, но к ним оттуда никто не вышел. Тогда митингующие отправились на Крещатик, где полностью перекрыли дорогу. Мы перекрываем дорогу, чтобы приехали представителя и объяснили, куда они дели наши деньги, почему они нам не возвращают деньги вкладчикам. Через некоторое время приехала полиция. Стражи порядка попытались освободить проезжую часть и оттеснить людей. Начались столкновения. Митингующие зажгли фаеры и подожгли шины. И полицейских забросали дымовыми шашками. По словам протестующих, нескольких человек избили, одного увезла скорая, еще одного задержали. У полицейских на этот счет другое мнение. Даже после столкновений вкладчики не покинули Крещатик. Поддержали требования вкладчиков оппозиционеры. Александр Вилкул помог вкладчикам встретиться в парламенте с народными избранниками, чтобы и они услышали требования людей. И выразил позицию его полицилы по поводу тех, кто может оказаться в такой ситуации. Мы предложили другую модель. Это законопроект 40.04-2, в котором есть все. И реструктуризация этих валютных кредитов в гривне, и право первого выкупа, потому что очень часто эти кредиты продают за 10% всяким коллекторским фирмам. Вкладчики Михайловского пообещали, что будут приезжать в столицу и оббивать пороги высоких кабинетов, пока их требования не выполнят. Олег Решетняк, Игорь Сюлий. Подробности. Телеканал Интер. Исполнительная служба проводит опись имущества и изъятие средств в ВИП-центре Приватбанка. Согласно решению суда, более 7 миллионов гривен банк должен был вернуть крымским вкладчикам. Но решение Приватбанк не выполнил. В самом финучреждении действия госисполнителя назвали незаконными. Мы пытались получить комментарий департамента исполнительной службы, но нам не удалось. Генпрокуратура подает в Верховную Раду документы на снятие депутатской неприкосновенности с Вадима Новинского. Сегодня генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности Новинского. В чем подозревают нардепа и как он сам расценивает обвинения. Давайте посмотрим. Вадима Новинского. Киевского Покровского монастыря. Теперь дело вытащили из-под сукна, но в этот раз в роли подозреваемого сам Новинский. Это первая справа против Януковича, которую мы планируем передать к суду. Если Верховная Рада даст нам дозвол на притягивание депутата Новинского, эта справа достаточно быстро будет дорасследована и отправлена к суду. Мы рассматриваем роль Новинского как співучастника в злочине Януковича, Захарченко, Коряка и ряду других працівників МВС, которые избавили боли громадянина України. Сам Новинский, как только приехал сегодня в Раду, не стал избегать журналистов, напротив, подробно ответил на все вопросы. Это дело политически мотивированное, полностью сфабрикованное и основывается на свидетельствах одного человека. Я не боюсь того, что будет снята неприкосновенность. Я знаю точно, что я жил по совести и по закону Украины. Скрываться от следствия Новинский не собирается и первый заинтересован, чтобы поставить точку в деле, которая порочит его имя. Сразу предупредил журналистов, чтобы не спекулировали. Завтра летит в Афон, вернется через 3-4 дня. У меня была запланирована завтра поездка на Афон. Там сейчас находится блаженнейший митрополит Ануфрий. Возвращаюсь оттуда, скорее всего, в понедельник в Украину. Голосовать о снятии неприкосновенностей с Новинского, если и будут, то ни сегодня, ни завтра, возможно, через неделю или даже через 20 дней, сообщили в регламентном комитете Верховной Рады. А в оппозиционном блоке уже заявили, это очередная попытка политической расправы с оппозицией. На сайте оппозиционного блока уже появилось заявление. Оппозиционеры намерены отстаивать права Новинского и обещают доказать. Обвинения ГПУ политически мотивированы и незаконны. Ирина Исаченко, подробности, телеканал Интер. Вадим Новинский, сейчас гость нашей студии. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете сегодняшнее заявление генпрокурора и как вы думаете, почему оно появилось именно сегодня? Ну, это заявление еще не поступило в аппарат Верховной Рады. И я считаю это достаточно странной формой представления Верховной Рады через Фейсбук. Ну, есть другие методы. Начало обычно подается, а потом только пишется в Фейсбук и комментируется это. Но почему сейчас? Это дело расследуется с мая 2014 года. Два года оно расследовалось ни шатка, ни валка. И за последнее время придается этому определенная скорость для того, чтобы сделать, отвлечь людей от всех проблем, которые есть сейчас в стране. Отвлечь людей от провалов нашей власти во внешней политике, от экономической катастрофы, от тарифного геноцида в отношении наших людей, от обнищания украинцев. Это дело полностью сфабриковано, могу сказать сразу. Основано на лживых показаниях двух людей. И я знаю точно, что оно будет развалено не в прокуратуре, так в суде. Я добьюсь правды, добьюсь праведливости. И оно не будет иметь никаких перспектив. Я не собираюсь никуда уезжать, могу сказать сразу. Я не уезжал, не уезжаю, и уезжать не собираюсь. И я не дам поручить мое честное имя. Как вы намерены защищаться? Уже продумывали? Ну, у меня есть группа адвокатов, которые защищают меня сейчас, когда я ходил на все следственные действия в Генеральную прокуратуру. Я хочу привлечь адвокатов из крупнейших международных компаний, которые будут защищать меня здесь, в Украине. Чтобы они дали свою оценку этим событиям, и правильно оттрактовали, что это идет нарушение закона. И это дело сфабриковано, и имеет политическую мотивированность. Это давление на оппозицию, не что иное. Для чего это давление сейчас, как вы думаете? Ну, чтобы отвлечь наших людей от всех пробелов власти. И в конце концов, от этого скандала с декларированием. Декларирование высших должностных чиновников государства. Спасибо большое. Это был Вадим Новинский, народный депутат Украины. Представление на лишение снятия неприкосновенности, которое сегодня подал в парламент генеральный прокурор. Но в парламентских куларах обсуждали не только вопрос снятия неприкосновенности с Новинского. Говорили депутаты о том, какой критике подвергли их идее в Европе. Едва народные избранники подали свои декларации, как тут же захотели, чтобы о доходах отчитались и те, кто борется с коррупцией. Пожелали видеть декларации активистов неправительственных организаций. Запад тут же отреагировал. Представительство Евросоюза в Украине обнародовало срочный комментарий. В нем говорится, Украина преодолела важный рубеж с внедрением электронного декларирования, но законопроект, который обсуждают в Верховной Раде, направлен против этих достижений. Отреагировали и в Международной правозащитной организации Freedom House. Там призвали парламент отклонить законопроект, который, цитирую, «под видом прозрачности введет надзорный правительственный контроль над неправительственными организациями, активистами и над их семьями». Какие доводы приводят избранники в защиту документа? Вот что услышала я. Законопроект, который заставит антикоррупционные неправительственные организации заполнять ей декларации, рекордсмен по скорости утверждения во всех парламентских кабинетах. Считанные дни дали добро в профильном комитете и внесли в повестку дня. По сути, он расширяет список тех, кто должен отчитываться о доходах. И в этот расширенный список должны попадать и те, кто получает средства от программ международной помощи. Но несмотря на критику Запада, в парламенте документ намерены поддержать фракции и коалиции, и оппозиции. Мол, документ коснется не только активистов, но и чиновников, которые под первую волну ей деклараций не попали. Мы обязаны показать электронную декларацию всех активистов, всех других посадов, которые сегодня еще не вошли до категории первого декларования. То есть мы желаем видеть всех работников НАЗК, НАБУ, правоохранных систем, чтобы они тоже декларировали свое мясо. Чтобы не было, как с некоторыми народными депутатами Украины, которые пришли, сказали, что они церковные мыши, сейчас я читаю, у них миллион долларов годовка лежит дома. То есть, по идее, представители громадянского общества должны быть сами зацикавлены, чтобы им дали возможность в добровольном порядке оприлюднить свои статки. Кроме этого, документы обсуждают в кулуарах и другой законопроект о спецконфискации с припиской денег Януковича. Правда, о законе говорят который год, а сколько раз его пытались внести в повестку дня, уже и сами нардепы сбились со счету. Сегодня Народный фронт анонсирует очередную попытку, мол, теперь это уже правительственный документ, и профильный комитет его одобрил. Это цивильная конфискация, выключена через решение судов и с обеспечением всех процедур. Но неминучим остается то, что это майно Януковича, по которому сейчас проводятся заочные проведения. Но если комитет правовой политики дал добро на его рассмотрение, то антикоррупционный забраковал. Мол, в документе есть признаки коррупции, и в таком виде ставить его на голосование опасно. Наши партнеры нам, международные, кажут, не принимайте этот закон в таком виде. Потому что в таком виде он не существует ни где, он существует немного в другом виде. Вот этот закон, и только в тех странах, в которых есть очень высокий уровень доверия к правовой системе. То есть там, где есть абсолютно честные суды. Потому что в другом случае, и мы про это наголошиваем, этот закон станет инструментом политического рейдерства. Впрочем, стопроцентную поддержку спецконфискации, как и прежде, готовы предоставить только фронтовики. Другие фракции заявляют, категорическое нет. Сейчас силами Народного фронта, его шантажом пытаются заставить парламент, чтобы его приняли. Деньги, которые заработаны прежним руководством страны, можно изъять без этого закона. Мы абсолютно в этом убеждены. Есть масса утвержденных Конституций, законов и правил, которые позволяют это сделать. А сегодняшнее действие – попытка узаконить рейдерство в масштабах страны. Закон про спецконфискацию – это закон про мега-коррупцию в нашей стране. Что в этом законе закладено? По-перше, там закладены коррупционные оборудки с цинными паперами, которые когда-то подсупил в государство Янукович, но сегодняшняя влада хочет сделать коррупцию на этих цинных паперах. Продать с дисконтами, забрать большинственные процедуры и на самом деле заработать на этом сотни миллионов долларов. Как и внесение закона о списке конфискации, так и расширение списка Е-декларантов, отложили на вечернее заседание на утреннем, решали судьбу фрилансеров и продлили мораторий на проведение проверок бизнеса еще на год, до конца 2017-го. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Александр Данилов. Подробности – телеканал «Интер». Откладывать или нет в долгий ящик проверку по делу Укроборонпрома нардепам еще предстоит решить. Парламентская комиссия должна будет определить, сколько же украли через госконцерн и причастен ли к хищениям депутатов Народного фронта Сергея Пашунский. Решение о создании Временной следственной комиссии было принято сегодня антикоррупционным комитетом парламента. Теперь все зависит от того, проголосуют ли за него депутаты в зале заседаний. Инициативу на рассмотрение внес нардеп Сергей Каплин. Правда, в финальной версии документа фамилия Пашинского уже не упоминалась. Впрочем, Каплин на своей странице в Facebook подчеркивает, если тщательно проводить расследование, то фронтовиком заняться все же придется. Напомню, Сергей Пашунский до недавнего времени возглавлял наблюдательный совет Укроборонпрома. В разе, если нам удастся установить хотя бы относный контроль над работой этой темночасовой следственной комиссии, я не имею сумнений, что Пашинский, разом с частью своих прихильников по СИПАКу Народному фронту, сяде за грати. Объяснить, откуда богатство требует от нардепов, министров и высокопоставленных чиновников президент. Такое заявление Петр Порошенко сделал во Львовской области, где сегодня находился с рабочим визитом. Обо всем подробнее Галина Якушко. С утра президент побывал на Международном экономическом форуме, говорил о реформах, децентрализации, преобразованиях в правоохранительной и оборонной сферах. Заверил, результаты будут видны позже, хотя ход реформ уже сейчас высоко оценивают в ЕС. Не сомневается, эффективными будут и антикоррупционные меры, в том числе и ей декларирование. А то тих, кто зараз декларировал, приписали собі кеш вдома, думаючи, что это нулева декларация, что это потом дозволит им уникнуть перевірки. Но ключевая позиция, это первое, подвести риску, того, что они делали 25 лет, и далее забезпечить, пояснить, где ты голубе сизый взял эти деньги. И боротися треба не с богатыми, как где кто думает, а с злочинцами, которые берут квартиры, машины, дачи, виллы, летаки, пребывающие весь час на державной службе. Полностью искоренить коррупцию нужно в ближайшие 7 лет, подытожил Порошенко. В ближайшие годы необходимо отказаться и от импортных энергоресурсов. Российский газ Украина уже не покупает. Следующий шаг на пути к энергонезависимости более активная добыча отечественного газа. В Сырисском районе президент дает старт добычи газа на Колодницком газовом месторождении. Первое, мы будем забезпечивать газ из Европы через реверсные постучания. И второе, мы сделаем энергетический комплекс державы с нулевым дефицитом. Почему? У меня будет энергетический финансовый сенс в том, чтобы бурить и шукать украинский газ. Выдопыток встанет 30 тысяч кубичных метров на добы, но до сечня 17-го года дебет начинает увеличивать до 100 тысяч кубичных метров на добы. Меньше можно импортовать. Нарощивают в области производство. Во Львове президент открыл новый завод. Там будут шить кожаные сидения для автомобилей Ауди и БМВ. Порошенко уверен, это свидетельство того, что отечественным производителям доверяют, а инвесторы не боятся вкладывать свои деньги в проекты в Украине. Калина Икошко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер-Львовская область. Реализация системы Е-декларирования это успех, но нельзя забывать о привлечении к ответственности и тех, кто обогатился на государственной должности. Так отреагировали в Госдапеша на результаты системы электронного декларирования в Украине. Позитивно оценили выполнение процедуры и послы стран Большой Семерки. Представители G7 отметили высокий уровень заполнения деклараций среди украинских чиновников первого эшелона. Теперь дипломаты надеются, система в дальнейшем будет служить надежным источником данных для правоохранительных органов. Проинспектировать, как работает антикоррупционное бюро и как проходит подготовка бюджета 2017. В Украину приехала миссия МВФ. На своей странице в Facebook НБУ сообщает, эксперты фонда уже встретились с главой Национального банка и ее заместителями. От вывода международных контролеров, напомню, зависит, получит ли Украина четвертый транш в размере 1 миллиард 300 миллионов долларов. В Украине миссия МВФ проведет две недели. До этого приезд экспертов несколько раз переносился. Премьер-министр созвал внеочередное заседание Кабмина. Оно началось буквально несколько минут назад. К чему такая спешность? Наш корреспондент Анна Каменева сейчас в здании правительства. Анна, здравствуй, расскажи, что обсуждают министры. Здравствуй, Катя. Начну с того, что о заседании Кабмина стало известно только сегодня. Днем в повестке дня министров единственный вопрос проект бюджета на следующий год и соответствующие законопроекты. Заседание началось немножко с опозданием. Обсудить доработанный ко второму чтению законопроект о бюджете страны на следующий год собрались министры практически в полном составе. Первым, конечно же, взял слово премьер-министр. Он и сейчас выступает. Сказал, что по-прежнему в доработанном бюджете есть норма о том, что экономический рост страны в следующем году планируется на уровне 3%. Также в документ включили норму, о которой уже говорят давно, о повышении минимальной зарплаты вдвое до 3200 гривен. Деньги на такое повышение есть, говорит премьер. Их планируют получить за счет детинизации экономики. Ну а после премьера, сейчас премьер еще выступает, после премьера должны выступить с презентацией, конечно же, министр финансов Александр Данилюк и министр соцполитики Андрей Рева. Ну и напомню еще, что 20 октября парламент принял бюджет в первом чтении, но при этом предложил свои поправки. Именно эти поправки, изменения и вносил в документ Минфин, сегодня его должны утвердить в Кабмине, ну и по процедуре дальше документ попадет опять в бюджетный комитет и потом уже в сессионный зал, где должны за него проголосовать депутаты. Возможно, опять тоже там будут правки. Ну и хотелось бы сказать, что в этом году действительно бюджет впервые, правительство внесло вовремя, а не под елочку, как было раньше. Но мы остаемся здесь, следим дальше за новостями. Как только больше узнаем информации, обязательно вам расскажем. Спасибо, Аня. Мы еще свяжемся с Анной и узнаем детали заседания правительства, которое проходит в экстренном режиме. В аэропорту Борисполь сегодня крупный улов. Бойцы спецподразделения нацполиции КОРТ и пограничники задержали двух главарей транснациональной наркомафии. Правда, сразу же отпустили. Почему, знает Ирина Романова. В аэропорту Борисполь сегодня стреляли. Кордовцы-пограничники узнали о назначенной здесь встрече двух наркоторговцам. Украинца Игоря Бондаренко по кличке Белый Волк и россиянина Мельникова с неизвестным продавцом оружия. Последнему должны были передать 5 миллионов долларов. Но не сложилось. Мельникова задержали, а его охранника ранили в руку. В другом зале силовики задерживают главаря наркомафии и торговца оружием. Но те успевают ранить одного из кордовцев. Служебная в чарку Вики, которая собственно и унюхала наркотики, выстрелы напугали. Но ни один пассажир во время спецоперации не пострадал. Проводилась она в пустом терминале Ф. И была всего лишь показательным выступлением силовиков, которые закончили месячные курсы по проведению спецопераций. Это очередной тренинг, который проводили наши коллеги из-за рубежа. Некоторые моменты положительные мы переняли и будем дальше внедрять в свою повседневную жизнь. Для прохождения курсов отобрали 40 человек командиров региональных подразделений Корда и пограничников из Дозора. Обучали их эксперты спецподразделения ФАС из американского департамента юстиции. Учили нас и планировать спецоперации щодо боротьбы по наркотикам, по выявлению тех людей, которые способны это сделать. Ну и транс, скажем так, державные групповые злочинцы, вот по ним и учились работать. И сегодня мы увидели результат их действий. Экзамены обученных америкацами кордовцев-пограничников принимали премьер, министр внутренних дел, глава нацполиции и посол США. Я знаю, что тренинги по планированию не очень нравятся подразделениям, которые занимаются тактическими операциями. Но американские силовики получили серьезный урок 11 сентября 2001 года, когда все службы действовали несогласованно. И сегодня мы тоже увидели, что ни одно ведомство не может самостоятельно решить все проблемы. Сегодня мы свидетельствуем создание новой системы безопасности нашей страны, которая способна эффективно противодействовать тем злочинным вызовам, которые есть в нашем жизни. Это не разовый проект, а это целостная система. Всем участникам курса вручили сертификаты, а двоим еще и минное оружие. Полученными же у американцев навыками и знаниями кордовцы-пограничники пообещали поделиться со своими коллегами в регионах. Ирина Романова, Павел Лысенко, подробности телеканал Интер. Пока в Борисполе подчиненные главы МВД демонстрируют высокий уровень мастерства, задерживая условного наркоторговца с условными миллионами, в самой столице под носом у силовиков реальные ограбители. Похищают деньги, угрожая их владельцам не менее реальным оружием. Смогут ли силовики столь же блестяще найти преступников и что они делают для того, чтобы остановить разгул криминала? Подробнее Ольга Теребинская. 50 тысяч долларов, 10 тысяч евро и ювелирные украшения. Вчера вечером вооруженные люди проникли в частный дом в Соломинском районе Киева. Причем хозяева в это время были дома. Они пограждали оружием и требовали им дать все деньги Киева. На место подъем сразу выехала следовательная группа, автопатрули, эксперты, криминалистичная лаборатория. По словам потерпевшей, грабителей было четверо. Пятый стоял у входа. Все были в черной одежде, а лица скрывали балаклавами. Между собой в доме общались по рации. Попередньо з'ясовано, что в доме они проникли шляхом подбора ключев до замка и в месте подъем втекли автомобили. Столичная полиция уже открыла дело по статье «Разбой». И если злоумышленников найдут, им грозит до 15 лет тюрьмы. По статистике, за первые 6 месяцев этого года зарегистрировано более 4 тысяч квартирных краж. Раскрыто 426. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество взломов взросло на треть. Ольга Теребинская, подробности, телеканал «Интер». Будут ли найдены грабители? Остается только надеяться. Статистика неутешительная. Согласно данным столичной прокуратуры, в этом году число задержанных достигло самого низкого показателя за последние 4 года. А вот количество преступлений возросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2015-м. Грабежей и убийств только в столице совершено почти 68 тысяч, а под стражу взяли всего 4 тысячи преступников. И это своеобразный антирепорт. А тем временем в США началась охота на полицейских. Такие заголовки в американских СМИ, которые пишут о происшествии в штате Айова. Там офицеров расстреляли из засады. Кто и за что знает Дмитрий Анопченко. Демойн, штат Айова. Средний запад. То, что здесь называют сердце Америки. Жизнь у полицейских здесь была довольно спокойной. Ну, какие серьезные преступления могут быть в провинции? Тем большим был шок, когда пришли сообщения. Вначале один, а потом и другой офицер застрелены в своих машинах. Ты действительно в опасности, если ты полицейский. Мои ребята были застрелены, когда просто сидели в своих машинах. Они не сделали ничего плохого. То есть, действительно, тут кто-то отстреливает полицейских. В городе началась паника. Отменили занятия в школах. Полицейским запретили ходить поодиночке. Ведь все, что было известно, мол, нападавший стрелял из засады. Его лица никто не видел. Погибшие даже отреагировать не успели. И не успели достать оружие. Один из офицеров скончался на месте, в машине скорой по дороге в больницу. Позже силовики сообщили о задержании вот этого мужчины. Скотт Майкл Грин. 46-летний местный житель. Он сам зашел в один из офисов и попросил вызвать полицию, чтобы его арестовали. Местная пресса выяснила, устроив охоту на полицейских, Майкл Грин просто мстил. В прошлом месяце у него был конфликт с офицерами, и все это время он не мог простить им обиды. Эти кадры мужчина снимал сам на мобильный телефон, когда пришел на футбольный матч на местном школьном стадионе. В руках был флаг конфедерации, запрещенный символ времен гражданской войны. На кадрах видно, флаг забрали, офицеры вытолкали его за территорию, не проявляя насилия, но обидели, видимо, крепко. Происходящее в Айове так взволновало Америку еще и потому, что эта смерть здесь далеко не первая. Все здесь прекрасно помнят, как буквально несколько месяцев назад в Далласе ветеран Афганистана застрелил сразу пятерых полицейских в ходе протестов после убийства копами чернокожего парня. Ну, а в целом, с начала года во время службы здесь были застрелены свыше 500 полицейских. Накопившиеся в обществе противоречия настолько серьезны, что уже в который раз выливаются или в массовые беспорядки, или в стрельбу по полицейским, как сейчас. Что-то не так с системой в целом. Это признают все. И ждут серьезной реформы от нового президента, какой бы ни была его или ее фамилия. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». А в Италии бьют беженцев. Активисты организации Amnesty International заявляют, в стране регулярно нарушают права мигрантов. По отношению к ним применяют насилие и массово высылают из страны. Заявление наделало немало шума. Знает больше София Гордиенко. Перечень грехов, которых обвиняют Италию, огромен. Мол, с тех пор, как Европа решила перекрыть поток мигрантов из Африки и хоть как-то начать контролировать тех, кто уже прибыл, случаются перегибы на местах. Итальянские власти стали чаще высылать беженцев из страны. Им не выдают документы, а в лагерях их избивают полицейские. Такие данные организация Amnesty International получила после опроса нескольких сотен человек, прошедших миграционные лагеря. По прибытии всех мигрантов заставляют сдавать отпечатки пальцев, а многие не хотят этого делать. Они хотят ехать дальше в Европу. И тех, которые отказываются, заставляют, толкают к ним, применяют насилие. Зафиксировано 24 таких случая, что свидетельствует о регулярной практике. Итальянские власти пока это заявление даже не комментируют, да и встречаться с активистами организации тоже не спешат. Тем временем у южного берега страны каждый день из воды выуживают новых беженцев. Вот последнее видео. Пару сотен загорелых пассажиров, которые плыли на утлых лодках. Кроме нескольких сирийцев, здесь в основном мигранты из Ливии, Ганы, Нигерии, Тога, Пакистана и Марокко. Далеко не во всех этих странах идут военные действия. Потому, скорее всего, кому-то не дадут вид на жительство, снимут отпечатки пальцев и предпишут покинуть территорию Италии. Тем не менее, многие мигранты будут прорываться вглубь Европы. София Гордиенко, Василий Трешковский. Далее в нашей программе. Громкие обвинения. Саакашвили рассказал, кому выгодно закрытие Одесского центра обслуживания граждан. Новая метла по-новому поет, чем прославился новый Николаевский губернатор. Оборону наших войск под Донецком пытались прорвать боевики. Вместо артиллерии наемников активизировались диверсионные группы, которые, пользуясь непогодой, подходят к крайним позициям армейцев под Донецким аэропортом. Подробнее Ирина Баглай. Белые здания. Вот видишь, прямо перед нами. Звучит ведется Угумский метод. С ДШК вдоль посадки. Разрушенные здания. Звучит постоянно выходит диверсионная группа противника. Этой ночью наши военные отбили очередную такую атаку. Пять человек не заходили. Где-то в районе между двух и трех. Они тихо заходят. Мы же смотрим все время приборы. Дождь и туман на руку диверсантам. А у наших саперов добавилась работа. Владимир сразу после Академии на фронт. День артиллерии инженерных войск празднует по-армейски скромно. И с улыбкой говорит, права на ошибку имеют только два раза. Не один, а два. А почему два? Потому что второй раз при выборе жены. Как только стемнеет по всей линии фронта под Донецком боевики ведут веерный огонь. Выкористовывают важкую артиллерию 120, 152. По-промте часто стреляют 120 и прилетают. И мы сами были святками, когда тут по этим позициям, где мы находимся. Практически наши позиции обстреливаются мы с обороненными минскими домовленостями зброи. Этот рубеж наших бойцов ближайший к огневым точкам тяжелого вооружения противника. Отсюда и фиксируют выстрелы из пушек боевиков и их передвижения. Обстрелы проходят ночью, когда не видно. Снаряды в 10 положили и через определенное время обратно начинают работать. Сейчас такую погоду в основном за последние три дня в основном всегда работают в основном группе противников. ДРГ. И каждый день идет обстрел. Эти дождливые сутки артиллерия боевиков молчала, но и среди дня наемники пытались спровоцировать военных на ответный огонь. Стреляли, предположительно, из БМП. Там, где раньше находилась воинская часть, теперь разбитая военная техника. Среди груды металла мемориалы. На месте, где погибли украинские воины, их побратимы возвели памятники, чтобы помнить героев поименно. Наша задача доглядаться вместе. Это для нас история и память погибших. Супать нельзя ни в коем случае. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности из телеканал Интер. Как облегчить жизнь предпринимателя? Об этом сегодня в Ужгороде говорили представители Федерации работодателей Украины. Они встречались с бизнесменами. Обсуждали, как привлечь в страну инвесторов, которые бы вкладывали деньги в страну и создавали новые рабочие места. Чем же завлечь инвесторов? Узнавали наши корреспонденты. Предприниматели встречаются на предприятии по производству электрокомплектующих для автомобилей. Деньги в его создание вложили японцы еще в 2003 году. Бизнесмены из Дальнего Востока привлекали льготные условия работы в специальной экономической зоне. Тогда в депрессивный регион, каким считалось Закарпатие, пришли крупные инвесторы из Европы, Америки и Азии. Создали тысячи рабочих мест. Но в 2005 специальные экономические зоны ликвидировали. Теперь они опять нужны бизнесу, как воздух. Бизнес не может продолжать молчать и ждать. Есть мировой опыт. Есть опыт, как страны выходили из кризисных ситуаций. Это свободные экономические зоны, это специальные режимы инвестиционной деятельности. На стране нет ни одного преференционного закона, который может привлечь инвесторов в страну. Инвесторов ищут и в Херсоне. Директор предприятия, где производят сельхозтехнику, предлагает создавать так называемые индустриальные парки. Законопроект говорит, уже разработан, но пока не утвержден Верховной Раде. В этих изменениях к закону про индустриальные парки рассматриваются льготы. Это и касается налога на прибыль, это касается льгот и по земле, и по импорту, и так далее. Предполагается, что предприниматели, работающие в индустриальных парках, первые пять лет смогут получать нулевой налог на прибыль, рассрочку на уплату налога за ввезенное оборудование. Взамен этих преференций они обязуются создавать рабочие места и платить сотрудникам хорошую зарплату. В Украине нужны рабочие места. Рабочие места, заработные платы, увеличение экономики. А для того, чтобы создать рабочие места, должны инвестиции. Например, это нестабильность на Сходе, мы ее не можем вырешить. То мы должны максимум прикластие, чтобы решта факторов нас выравнивала стосовно работы инвестора и стосовно нашей конкуренции за инвестиции. Еще один фактор, который отпудивает инвестора в отсутствие инфраструктуры. На подведение коммуникации дорог иногда нужно потратить не меньше денег, чем на строительство самого завода. Поэтому бизнесмены решили обратиться к властям с просьбой помочь создать условия для привлечения инвесторов. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Не утихают страсти в Одессе. Там, напомню, разгорелся скандал вокруг возможного закрытия Центра административных услуг. Год назад он стал едва ли не главной визитной карточкой проходящих в области реформ. И вот терпит фиаско. Почему, расскажут наши корреспонденты? Почти год в этом здании Одесситам оказывали платные и бесплатные админуслуги. Например, бесплатно здесь можно было зарегистрировать предприятие, оформить право на имущество, заплату, получить юридическую консультацию, зарегистрировать брак, оформить техническую документацию. Все оперативное, что называется, в одно окно. Не нужно ездить по инстанциям, собирая справки. Но недавно Центр приостановил работу. Горожане в растерянности. Я хотел зарегистрировать земельный пай. Но, к сожалению, они что-то закрылись. Причина новый так называемый антирейдерский закон, согласно которому подобные учреждения отныне не имеют права предоставлять платные услуги. А значит, лишаются единственного источника финансирования, как в случае с Одесским центром. Мы всем невыгодны. Мы невыгодны самым высшим чинам и самым низшим, потому что низшие на чем зарабатывают? Там где-нибудь под столом за без очереди. У нас такого нет. И, конечно же, будут создаваться псевдо-антирейдерские законы, которые будут уничтожать такие центры, как наш. В защиту центра выступил одесский губернатор. Заявил, это яркий пример того, как в Украине саботируются реформы. То есть, они им говорят, работайте серо, работайте черную, берите деньги в карман, так как мы все работаем. По словам Михаила Саакашвили, руку к тому, чтобы новое учреждение закрылось, приложили и местные власти, и народные депутаты, и министры. В частности, глава МВД Арсеноваков. Он не позволил, чтобы центру передали функции, которые сейчас выполняет МРЭО. Мы хотели бы давать здесь права расширить услуги на машину. Конечно, все права продаются за взятки. Прямо, это идут прямо, идет к руководству министрства внутри где. Что мы этого не знаем? То есть, не интересы граждан, не интересы людей, чтобы им было удобнее, чтобы им было легче. Глушим, топим, режем, пилим. Сегодня сотрудники Одесского центра написали коллективное письмо руководству страны с просьбой разобраться в ситуации. Надеются, что в пресловутый закон будут внесены правки, дабы такие учреждения могли продолжить работу. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер, Одесса. Бесплатная медицина по-запорожски или как сколотить состояние на больных. В Запорожье медперсонал одного из отделений областной клинической больницы ежедневно зарабатывал на пациентах несколько десятков тысяч гривен. За счет чего обогащались люди в белых халатах? Расскажут наши корреспонденты. С обысками сотрудники СБУ пришли потому, что в областной больнице незаконно взимали плату за обследование на аппарате МРТ. Занимались этим врачи отделения лучевой диагностики и терапии. Каждый пациент должен был заплатить от 600 до 5000 гривен в зависимости от сложности обследования. Во время обыска в рабочем столе врача обнаружили около 30 тысяч гривен. В СБУ говорят это стандартная выручка за день. Согласно записям журналом учета посетителей данного отделения за день через отделение проходило диагностировалось в отделении более 20 пациентов. Каждого больного, который прошел МРТ-обследование врачи заносили в так называемую черную бухгалтерию. Так как этот аппарат приобретен за бюджетные деньги, за деньги города, громады, то и согласно Конституции все медицинские услуги должны предоставляться гражданам бесплатно. О том, что сотрудники больницы брали с пациентов деньги, руководство, как оно уверяет, ничего не знало. И выявленные факты, говорит, стали полной неожиданностью. Хотелось бы отметить, что ранее нас уже проверяла полиция по данному вопросу. В частности это было управление по защите экономики и никаких они нашли подтверждений информации, которая ранее поступала от антикоррупционной комиссии. Кто из медперсонала курировал незаконный бизнес, предстоит выяснить следствию. Уголовное производство открыто по статье «Злоупотребление служебным положением». Предприимчивым врачам грозит до шести лет лишения свободы. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, подробности, телеканал Интер. Снова в лидерах. После победы в конкурсе на назначение главой Николаевской области Алексей Савченко стал еще и самым богатым губернатором. Что показала электронная декларация и откуда деньги? Кирилл Ющишин разбирался. Николаевская область без руководителя была все лето. Предыдущий глава обл. госадминистрации сложил полномочия после коррупционного скандала. Нового губернатора выбирали через конкурс. Победил нардеп от ББП Алексей Савченко. Как? Журналисты до сих пор недоумевают. Вот, к примеру, программа развития области, которую составил тогда еще кандидат в губернаторы с массой грамматических ошибок. Нереалистичными называют результаты компьютерного теста. Если верить официальному протоколу, Савченко отвечал молниеносно. За 9 секунд он успевал прочесть вопрос 4 ответа и выбрать из них правильный вариант. Я лично поставил очень низкие баллы Савченко на этом конкурсе. Каждому претенденту, кто демонстрирует неграмотность, кто демонстрирует неволодение компьютером, кто демонстрирует незнание сферы, куда он претендует, я лично ставлю низкие баллы. Попросите в тех, кто поставил ему высокие баллы. Это же понятно. В должности Савченко меньше месяца. Показать, какой он хозяйственник еще не успел. А вот его электронная декларация уже удивила. Оказалось, что Савченко самый богатый губернатор в Украине. Доход за 2015 год почти 42 миллиона гривен. В его декларации 173 пункта. Кэша на руках аж 4 миллиона долларов и 1 миллион евро. На банковских счетах впечатляющие суммы и в гривне и в валюте 51 миллион гривен 8 миллионов долларов 14 тысяч евро 5 фунтов стерлингов и 4 российских рубля. Владеет 20 объектами неджилой недвижимости 4 земельными участками и вовсе низку дал в долг 34 миллиона гривен. В собственности также автомобиль Volkswagen Touareg, две акустические гитары, 5 дорогостоящих наручных часов. Ценные бумаги и авторские права на песни. В прошлом Савченко пел шансон. Даже клипы у него были. У меня юбилей. декларацию как я сплачу податки. И мне не сором почему? Потому что я до государственной службы пришел с бизнесом, действующим бизнесом. И 10 лет я сплачивал податки даже тогда, когда люди не знали, что такое декларование. Согласно официальной биографии, бизнес Савченко по большей части связан с банковским делом. Но есть интересный факт. К примеру, он всего три дня работал на посту главы Укрспирта. Сколько пробудет губернаторам области неизвестно. Но в декларации Савченко нет ничего, чтобы связывало бы чиновника с Николаевым. Появятся ли подобные связи? Узнаем через год уже в новой декларации. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Брекзит затягивается на неопределенный срок. Британский Верховный суд сегодня запретил правительству самостоятельно вводить в действие статью 50, то есть выкручиваться политики. Смотрите в сюжете нашего британского субкора Оксаны Кундеренко. Она хотела побыстрее, а получилось как всегда. Премьера Терезу Мэй сегодня буквально раздавила судебным катком. Верховный суд запретил британскому кабинету запускать процесс Брекзита без одобрения парламента. Этот судебный процесс не имел отношения к тому, выйдет ли наша страна из ЕС. Он касается того, как мы будем обсуждать выход и каким образом примем соответствующие законы. Речь не о политике, а о процессе. Хотя те, кто хотел остаться в Евросемье, радости не скрывали. Кучка депутатов сразу же объявила, мы любой закон заблокируем, мы никогда и выходить-то из Евросоюза не хотели. Но большинство все же решили не дразнить электорат и голосовать за Брекзит. Мы должны уважать результаты референдума и теперь нам предстоят длительные и сложные переговоры, обсуждения и голосования по законопроектам. Все это грозит затянуться на долгие месяцы. Как и везде, в Британии парламентарии договариваются с трудом. А это может сорвать амбициозные планы премьера Мэй запустить реальный Брекзит до конца марта следующего года. Никогда мы не ставили под сомнение результаты референдума. Все, чего добились, это исполнение конституции. Никакой диктатуры кабинета министров. Все важные решения принимает парламент. На Даунинг-стрит 10 расстроены, процесс явно затянется и в обещанные Брюсселю сроки Лондон статью 50 в действии не запустит. Тереза Мэй уже завтра будет оправдываться перед Жаном Клодом Юнкером, а со следующей недели обещала взяться за парламент. Готовят для депутатов важное заявление. Вот так исполнительная и судебная ветви власти столкнулись и оставили страну в политическом клинче полноправным членом Евросоюза. Пока поединок продолжается, эти флаги так и останутся висеть вместе. Оксана Кундеренко и Валентин Белич подробности Британское бюро телеканала Интер. Политическое покаяние. Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Оттингер извинился за свои нелестные высказывания о Китае, его гражданах и политике Германии. Приняты ли извинения и сохранит ли Оттингер свой пост в Еврокомиссии? Расскажет Татьяна Лагунова. Все обдумал и попросил прощения. Спустя неделю после скандального выступления Еврокомиссар от Германии Гюнтер Оттингер принес свои извинения в письменной форме. В заявлении еврочиновника говорится, он просит прощения у всех, кого обидел, мол, сделал это не со зла, просто хотел привлечь внимание слушателей. А извиняться Оттингеру было за что? Его речь на бизнес-форуме в Гамбурге процитировали практически все европейские издания. Говоря конкуренции в мировой экономике, еврокомиссар назвал китайцев узкоглазыми, которые ходят с зачесанными слева-направо волосами, как будто по шевелюре прошлись с черным кремом для обуви. Перейдя на Германию, заявил, если бы не женские квоты, дамы никогда в карьере. Не забыл и про сексуальное меньшинство, мол, скоро в стране сделают обязательными однополые браки. Речь Оттингера возмутила немецких политиков. Они потребовали от Ангела Меркель отозвать комиссара из Брюсселя. Отреагировал и Пекин, Министерство иностранных дел Китая. Посоветовало Оттингеру научиться объективно оценивать и уважать себя и других. Чтобы замять скандал, вмешаться пришлось пресс-секретарю немецкого правительства. Конечно, у каждого свой стиль изложения. То, что мы услышали в некоторых пассажах, это явно не стиль и не язык канцлера Германии. Каждый должен следить за тем, чтобы его речь не задевала других. Будут ли приняты извинения Оттингера, пока непонятно. В ближайшие недели его планировали назначить комиссаром по вопросам бюджета и, соответственно, вице-президентом Еврокомиссии. В Брюсселе уже звучат призывы перед назначением пригласить Оттингера на заседание Европарламента и там выслушать его объяснение. Татьяна Луганова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. В Китае к водителям, которые ослепляют дальним светом фар, будут применять пытки, а в Британии изобрели контрацептивы, которые помогут забеременеть. Об этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте. Главик Легийского Министерства по делам миграции имущества из-за отказа предоставить убежище сирийской семье. У этих беженцев есть родственники в Бельгии. Их право на жительство подтвердили три суда. Однако министр проигнорировал эти решения. За это суд назначил Франкину штраф в размере 4 тысячи евро в день. По утверждению самого министра долг уже вырос примерно до 30 тысяч евро. Он намерен обжаловать решение. Американский актер Стивен Цигал получил российское гражданство. Об этом сообщает официальный сайт Кремля. Месяц назад он заявил, что хочет стать гражданином Федерации. Произошло это на кинофестивале «Край света» в Южно-Сахалинске. Напомним, это второй такой случай. Несколько лет назад гражданином РФ стал Жерар Департье. Правда, уже примерно год французский актер в России не появлялся. Внучка легендарного художника Пабло Пикассо Диана Видмайер поделилась семейным секретом с авторами книги «Сто тайн мира искусства». Для написания натюрморта с яблоком Мэстро использовал в пекалии своей внебрачной дочки Майи, матери Дианы. Пикассо считал, что экскременты трехлетней девочки обладают уникальными и цветом, и текстурой. Если это подтвердится, Пикассо признают первым художником, который использовал такую технику. В Британии изобрели приспособление для искусственного оплодотворения в домашних условиях в основе устройства презерватив. Собранную в него сперму аппликатор закрепляет у входа в шейку матки на время, необходимое для контакта сперматозоидов с яйцеклеткой. За два года тестирования устройство помогло стать родителями сотням пар, а стоит аппарат всего 100 фунтов. Почти в пять раз дешевле, чем процедура у врача. Дорожная полиция китайского города Шэньчжэнь ввела новое наказание для нарушителей ПДД, которые ослепляют других водителей дальним светом фар. Кроме штрафа, их усаживают на стул перед автомобилем с включенными на полную мощность фарами и заставляют смотреть на них в течение минуты. После световой пытки водитель должен понять, что яркий свет может стать причиной аварии. На 87-м году жизни в гостинице Ростова-на-Дону скончался известный цирковой артист Олег Попов. Зрителям он запомнился как солнечный клоун. Известно, что умер Попов во время гастролей, как сообщают информагентства, у артиста остановилось сердце. Родные вызвали скорую, но спасти Попова не удалось. Буквально только что Кабмин своим решением утвердил проект госбюджета на 2017 год. Это означает, что уже с завтрашнего дня его могут подавать в Раду для принятия документа во втором чтении. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова